друзья у многих из нас есть семейный рецепт пасхального кулича который мы бережно храним передаем из поколения в поколение и каждый год на пасху готовим по нему пасхальный кулич у меня тоже есть такой рецепт это творожный кулич я не встречала более вкусного и универсального рецепта приготовления пасхального кулича он внутри получается очень влажный не крошится и очень долго не черствеет плюс этот кулич готовится без добавления дрожжей что значительно экономит ваше время рецепт этого кулича есть на моем канале под видео я оставлю на него ссылку но сегодня я не буду рассказывать про этот рецепт сегодня я расскажу совершенно о другом о новом рецепте кулича так как я люблю готовить и постоянно экспериментирую то каждый год наряду со своими традиционными пасхальными творожными куличами я готовлю что-то новенькое прошлые годы я готовила и морковные куличи готовила карамельные куличи готовила куличи с куркубой готовила куличи по рецепту из книги малых овец 1902 года ну а в этом году я приготовила морковно-творожный кулич приготовила совсем чуть-чуть на пробу всего лишь два куличика но еще не разрезала разрежу вместе с вами но уже вижу что получилось довольно неплохо потому что он даже сверху влажный и очень мягкий мне это очень нравится давайте с вами разрежем этот кулич и посмотрим как он выглядит внутри сразу скажу что аромат апельсиновой цедры наполнил комнату еще во время выпечки ну а теперь давайте посмотрим в разрезе кулич получился пористый и даже на видео должно быть видно что мякиш кулича влажный кулич упругий и хорошо возвращает форму после того как я его сжимаю на вкус можете добавить немного больше сахара я добавляла 100 граммов для меня это в самый раз яркий желтый цвет и апельсиновый аромат все это сделано за счет натуральных ингредиентов моркови и цедры апельсина абсолютно нет никаких красителей и так на два небольших кулича я подготовила 200 граммов творога 100 граммов сахара а два яйца и 40 граммов изюма попробуйте заменить изюм вяленые вишни или клюквой мне кажется получится еще вкуснее здесь 10 граммов прессованных дрожжей 100 граммов моркови я предварительно натерла на мелкой терке если морковь сочная слейте выделившийся сок отжимать морковь не нужно 100 граммов теплого молока для опары 100 граммов жирной сметаны и цедра одного апельсина но это по желанию а также мука и крахмал для активации дрожжей я добавила к ним пару чайных ложек сахара и 50 граммов теплого молока перемешиваю и убираю в теплое место в слегка прогретую духовку если опара хорошо подойдет я буду работать с ней дальше пока опара подходит я готовлю тесто здесь все просто соединяю и перетираю все оставшиеся ингредиенты не забудьте что все ингредиенты должны быть комнатной температуры на свой вкус я ароматизирую куличи цедрой апельсина вы же можете добавить свой любимый аромат это может быть ваниль ром анис или вообще ничего не добавлять изюм я не замачивала он и так достаточно мягкий а 120 граммов муки и 40 граммов крахмала я предварительно соединила и просеяла через сито вот такая консистенция теста у меня получилось до введения в нее опары пока я готовила тесто опара хорошенько подошла а я показываю это более подробно так как знаю что многие боятся работать с дрожжами вот так выглядят активные дрожжи готовы к работе с тестом они образовали высокую достаточно стабильную шапочку я соединяю их с тестом перемешивая накрываю полотенцем и оставляю подходить примерно на 1 час прошел час видно что тесто немного распушилась и немного поднялось я перекладываю его в две небольшие формы размеры форм будут добавлены в описании под видео форму я заполняю на 2 3 2 форма немного большего размера в нее я выкладываю оставшееся тесто и отправляю обе формы слегка прогретую духовку подходить на дно духовке я поставила емкость с водой для дополнительной влажности за 30 минут тесто формах подошло я прогрела духовку до 180 градусов выставила режим низ плюс конвекция воздуха и через 45 минут у меня были готовы вот такие куличи которые я конечно же украсила а в описании под видео я оставлю для вас ссылку на глазурь для кулича со вкусом заварного крема ее не нужно варить готовится она очень быстро не крошится и очень хорошо застывает получается очень красивого цвета айвори всего вам хорошего не болейте не забывайте что самые вкусные ключи приготовлены с любовью улыбкой и в хорошем расположении духа